Сегодня мы поговорим что-то на архитекторском, но так или иначе с этим связана и разработка, и аналитика. Про проектирование API. Как это сделать так, чтобы потом не было мучительно стыдно перед всеми. Итак, кто здесь аналитики? Отлично, практически все. Кто сталкивался с тем, что вам нужно в задаче описать вашу API? Отлично. Отлично. Пользовались вы RESTful? Ага, отлично. Хорошо. Сейчас я вам постараюсь рассказать про небольшой подход, который поможет сделать ваш API более структурированным, чуть более лаконичным и простым в развитии. Сначала чуть про меня, почему я вам это рассказываю. Я софтвай-архитектор в компании, которую нельзя называть, но она не зеленого цвета, а немного другого, но все равно нельзя. Мы с вами встречались ранее на конференциях, в том числе вчера. Мой основной язык Java, я на нем пишу уже более 11 лет. Я 6 лет в роли тимлида-архитектора. У меня большой опыт в DevOps, и я преподаю в Бауманском на пятом курсе распределенные системы, то есть рассказываю про микросервисы. Соответственно, все, что я вам сейчас буду рассказывать, я выстрадал на своем рабочем опыте, и поэтому я постараюсь некую такую сводную информацию вам дать. Сразу скажу, я постарался подготовить примеры, которые не уровня Hello World, а чуть более сложные. Итак, сначала мы с вами поговорим в принципе, что такое RESTful, потом поговорим про то, как это применять, что такое представление, как крутые операции ложатся на HTTP, что такое stateless, почему это важно в микросервисах. Потом мы с вами перейдем к практическим примерам, потом поговорим в заключении, если будем успевать, правда, про OpenAP, про contract first, code first. Это про то, что мы из OpenAP можем что-то генерить. И в заключении поговорим про версионирование API. Итак, начнем. RESTful. Ну, изначально концепция REST это Represential State Transfer. На первый взгляд это выглядит как набор несвязанных слов, но это как бы очень важная штука. Вы работаете не с командами, а с представлением. То есть у вас сервер хранит сущность, и вы работаете с этой сущностью. И вы запрашиваете ее с сервера и передаете серверу новое, грубо говоря, вы говорите серверу, что сущность пользователя теперь будет выглядеть вот так. И сервер это понимает. Противовес этому в большинстве случаев, например, если вы когда-нибудь сталкивались с SOAP. SOAP это Common Base. То есть SOAP публикует методы, вы эти методы вызываете. Здесь же мы работаем с сущностями, от них отталкиваемся. Это чуть ближе к концепции вообще микросервисов, доменных зон и так далее. Есть шесть принципов, но шестой немного странный, поэтому поговорим про первые пять. Первое. Клиент-сервер. Ну, очевидно, у нас есть сервер – это тот, кто хранит собственных ресурсов. Клиент – это тот, который говорит серверу, что он хочет от него получить, либо как он хочет, чтобы ресурсы на сервере выглядели. Второе. Должно быть отсутствие состояния. То есть есть запрос А, есть запрос Б. Все запросы хранят в себе полный стейт, для того, чтобы это было выполнено. Соответственно, другими словами, у нас не должно быть сессии на стороне сервера. Это важный пункт, потому что если у нас появляется сессия, то мы не можем масштабировать наши сервера. Мы, конечно, можем, но это начинается уже с велосипеда. Протокол HTTP нам позволяет передавать всю основную информацию внутри самого запроса. Например, если нам нужно на сервере понимать, что пользователю надо отдавать, например, на русском языке или на английском, у нас есть заголовки для этого. Content Language, Asset Language и так далее. Если нам нужно передавать какую-то авторизацию, есть заголовок Auxerization и так далее. Мы про это чуть подробнее поговорим. Третье. Вам должно быть абсолютно без разницы, где находится ваш клиент, где находится ваш сервер. Вы взаимодействуете по протоколу HTTP. Соответственно, вся коммуникация идет через L7, и вы не завязываетесь на то, как именно у вас устроена коммуникация. Единообразие интерфейса. Между клиентами и серверами существует общий язык. Первое. Определение ресурсов. Второе. Управление ресурсами через представление. Вот здесь самое важное. Когда я говорил про REST, Represential State Transfer. И как раз вот это управление ресурсами через представление, если вы хотите что-то обновить, получить или создать, вы передаете это новое представление. Мы с вами об этом поговорим на примере. Сейчас пока подведем базу к этому. Самодостаточное сообщение означает, что stateless. То есть у нас вся информация для выполнения запроса хранится в самом сообщении. Почему stateless так важен? Почему это выносится сюда снова? Потому что если у нас есть несколько серверов, а когда мы говорим про любой достаточно мощный сервер, это у вас в любом случае есть несколько серверов. Если у вас запрос пришел сначала на первый сервер, а потом на второй, и у вас есть сести, которые не синхронизируются между ними, второй сервер не будет знать, что на первом было выполнено сейчас. То есть если у вас вся инфа хранит сообщение, то вам не нужна эта синхронизация между ними. Потому что синхронизация, когда у вас есть, грубо говоря, мастер-мастер, практически, ну, это становится очень сложной задачей. И лишняя нагрузка. И последняя, эта штука, возможно, вы это видели в аббревиатурах ATOS, это Hypermedia The Engine of Application State. Вы вместе с самим сообщением, помимо ответа, например, в JSON, передаете информацию о том, что можно сделать с этими ресурсами. Эта штука наиболее применима в мобильной разработке. Мы ее сейчас касаться не будем. Это, грубо говоря, там, Super Advanced RESTful. В целом, сталкивался ли кто вот с этим в своей работе? Окей. И последнее. У вас есть возможность кэширования. То есть кэширование не зазорно. Вы можете им пользоваться. Но единственное, пользуйтесь с умом. В браузере есть браузерное кэширование. На проктирующих серверах... Ну, на проктирующих серверах есть свое кэширование. Например, на Nginx вы можете настроить регионы кэширования. Ну, и на сервере тоже есть свое кэширование. Но, сами понимаете, что кэш достаточно сложная вещь. И если у вас есть обновление какого-то ресурса, с которыми вы работаете, вам нужно позаботиться о том, чтобы все кэши, в том числе промежуточные, серверные, браузерные, были сброшены. Иначе вы обновили ресурс, другие клиенты все еще видят старую информацию, потому что она достается из кэша. Об этом тоже стоит задумываться. Собственно, во большой силе много ответственности. Итак, сначала поговорим про HTTP, как протокол, на базе которого строится REST. Во-первых, поговорим про методы. Почему? Начнем с них. У нас есть метод GET, POST, PATCH, PUT и DELETE. Фактически это крут. Давайте начнем с того, что операция GET. За что она отвечает? Окей. Так, здесь написано. Какие есть особенности операции GET? GET и демпатентен. Если вы три раза запросите одно и то же, вам вернется одно и то же. Ну, подразумевается, что там ничего не изменилось при этом на сервере. GET на чтение. С ним нельзя создавать ресурсы, потому что он и демпатентен. Если вы три раза вызовете GET, который создает ресурсы, это, ну, как бы вы три раза выполнили операцию модификации, хотя по стандарту она не должна создавать. GET не имеет тела. То, что какие-то там клиенты позволяют это сделать, не означает о том, что это правильно. Второе. Операция POST. Это создание ресурса. Операция не демпатентна. И часто возвращается 201 в ответ к рейтит и в заголовке LOCATION ссылка на созданный ресурс. В посте вы передаете полное представление, а айдишник генерируется сервером. И этот айдишник как раз находится здесь в локейшене. В посте обычно не возвращается полный ответ, потому что, как бы, вы это представление передали уже туда. Все поля, которые вы передали, сервер применяет к себе, сохраняет. Он создает только айдишник. Операция PUT. Это полное обновление. В отличие от POSTAN, PUT передает айдишник. То есть PUT может использоваться как полное обновление, либо в ситуации, когда клиент генерирует айдишник и передает туда. Это, например, может использоваться, если вы работаете с мобилками, либо там из браузера какие-то сложные листы создаете, когда вам айдишник вы генерите уже на клиенте. Патч — это частичное обновление по айдишнику. И здесь важный нюанс. Патч подразумевает передачу частичного состояния. То есть у нас есть какой-то сложный объект, мы передаем только те поля, которые мы хотим обновить. В результате возвращается 200 ок и новые представления объекта. Ну и delete он удаляет. Delete, кстати, и демпатентен. То есть если вы три раза вызвали delete с одним айдишником, первый раз сервер удалил, второй раз он просто проигнорировал, потому что ресурса по этому идентификатору нет. Вот здесь вы видите важную вещь. Повсюду я прописываю ID. Это идентификатор ресурса, с которым вы работаете. Не будем сейчас погружаться в какие-то дебри. Самое главное, фактически это primary key в базе данных. Это уникальный идентификатор, который однозначно определяет ресурс и с ним работает. То есть получение объекта по каким-то косвенным параметрам – это поиск. Если вам нужно получить и потом с объектом работать, вы работаете с ним через ID. Отсутствие состояния. Я немножко спешу, потому что у нас будут примеры, и все, что я сейчас рассказываю, на примерах я постараюсь более подробно и развернуто объяснить. Отсутствие состояния подразумевает собой, что необходимое состояние содержится в самом запросе. У нас есть… Да, в чем разница между URI и URL? URL – это, собственно, ваш вот этот хост, а URI – это полный идентификатор ресурса. Собственно, URI содержит идентификатор. Вы, когда работаете с обновлением, возвращаясь вот сюда, вот здесь ID-шник, он находится в пасе запроса, не в теле. И это очень важный момент. У вас из URL сразу видно, с чем вы работаете. Рассмотрим сначала, что такое хорошо, что такое плохо. Получение объекта. Почему вот это плохо, вот это хорошо? Крошка сын к отцу пришел и сказала, Кроха, пап, айди через квери хорошо, папе стало плохо. Квери параметры подразумевают поиск. Соответственно, вы не указываете в самом пасе идентификатор ресурса. Вот здесь у вас там users, например, один. Единица находится в пасе. Если вот этот вариант подходит, если вы что-то ищите. Здесь, например, не ID было бы, а name. Тогда бы это подходило. Но как обращение, как получение данных о представлении должно быть только так. Создание пользователя. Почему вот это плохо? Я вам хочу сказать, что в HTTPS query параметры тоже зашифрованы. Поэтому секьюрно. Ну, во-первых, да. Во-первых, это неэдемпотентно. Во-вторых. Да. А вот это? Не пошутить по поводу отрубания рук за это. Не пошутить по поводу отрубания рук за это. Собственно, вот так делать прям категорически запрещено. Особенно, если все делается через один метод. Я сталкивался с таким API, и мы его перерабатывали. Выглядело это просто ультра-трешово. То есть все методы свалены через get. Action передает информацию о том, что надо сделать. Поверьте, когда вы кому-то выкатите open API документацию с одним методом, и вот в таком описании, что там происходит, с вами, скорее всего, не захотят больше работать. Собственно, хорошо делать через пост. Мы обращаемся к... Users находится в пассе. Users — это объяснение того, с каким ресурсом мы работаем. Мы работаем с пользователями. И в body вы передаете информацию о представлении, что вы хотите там передать. Да, вот это понятно. Это очень важный момент, потому что вот так делать прямо категорически нельзя. Блокировка пользователя. Почему? Вот этот блок, конечно, надо было бы скрыть. Здесь, в принципе, как вы уже ранее сказали, идемпатентный запрос. Не идемпатентный. Ну, в принципе, как бы блокировка ее можно несколько раз выполнить. Но, в общем, в целом, это как бы модификация ресурса, поэтому точно не get. Получение пользователя через query-параметры. А почему вот это плохо? Почему мы здесь не можем в query-параметрах? В посте, в принципе, query-параметры можно передавать. Ох-ох-ох, как время летит. Нет. Тут вот так пишется просто потому, что так наглядней. Вы прямо из пасса видите, что происходит, что за операция. Пост подразумевает модификацию, а вот это операция. В данном случае пост можно выполнять без тела запроса. Ну, это, в принципе, единственный вариант, когда get без тела запроса. Пост в режиме, когда мы работаем командой без тела запроса, delete без тела запроса. Put, patch и пост, когда мы создаем ресурс, должны быть с телом. Получение данных о заказах пользователя. Почему вот это нормально, вот это плохо? Здесь, если мы работаем от заказов, то мы можем сказать, что выдай нам заказы по пользователю, то есть это фактически поиск будет среди заказов. А здесь мы работаем от пользователя, и от пользователя получаем его заказы. На мой взгляд, вот это более, ну, очевидно, но вот этот вариант тоже позволяется. И сделать заказ от имени пользователя. Здесь ситуация та же самая, но единственное, мы как бы вот этот query параметр переносим в тело запроса, либо его прописываем прямо в пасе. И тот, и тот вариант нормальный. Вопросы есть? Отлично. Резюмируя эту часть, RESTful это фактически всего лишь набор URI, который строится на базе HTTP вызовов. За основу берется покрытие уникальными идентификаторами ресурсов, это, собственно, URI. У каждого ресурса есть свой адрес, и вся информация, которая вам нужна для работы с ресурсами, вы передаете прямо в запросе. HTTP методы это основная часть, и все операции get, ну, все крут операции ложатся на эти HTTP методы. URI ссылается на ресурс, и только он может ссылаться на ресурс, ну, если у вас единственный не поиск. URI, у вас HTTP метод определяет действие, а URI определяет, ну, пост подразумевает, что мы выполняем операцию модификации, поэтому в случае поста, когда команда, возможно, в URI тоже находится модификатор, ну, о том, что мы хотим сделать, но это единственный вариант. В редактировании, создании, модификации, удалении у вас URI не должен содержать в себе действие. То есть, возвращаясь вот сюда, вот так плохо, вот так приемлемо. И, ну, я бы делал бы так. Вопросы есть? Итак, переходим к примеру. У нас есть таблица пользователей, у пользователей есть несколько кошельков, здесь N к 1, у пользователей есть адрес 1 к 1. Начнем с простого. Хорошо видно? Отлично. Получение всех пользователей. На API V1 пока не смотрим, я потом объясню, почему я использую этот паз. Получение информации о всех пользователях. Все достаточно просто, мы обращаемся к ресурсу users и получаем список в ответе. Вопросы есть по этому методу? С получением пользователя по идентификатору в принципе то же самое. Обращаемся к ресурсу пользователя, получаем по ID-шнику ресурс. Все тоже логично. А что делать, если мы хотим получить пользователя и адрес? Мы тогда вернем адрес без пользователя. Мы хотим пользователя и адрес. Вот что с этим делать. То, что я сейчас первые два слайда показал, это Hello World. Вы это вообще в каждой статье найдете, там RESTful for Dimes, вот, пожалуйста, вот у вас два примера, вы, о, класс. А потом вы сталкиваетесь с проблемой, окей, а теперь здесь адрес, а что делать? Видите, здесь адрес с ID-шником задан. И если нам надо, это вот как раз будет users1.address.1. Это получение адреса по идентификатору. Но на UI, если вы будете за каждым методом ходить, получится, ну, мягко говоря, весьма нагруженно. Что делать с этим? А, да, сначала редактирование. Частичное редактирование, поэтому мы передаем только поля, которые у нас здесь меняются. Соответственно, у нас здесь был логин Романов, здесь стал логин Ронин и возраст 33. Удаление. В принципе, все то же самое. Операция delete, ну, метод HTTP delete, удаление по идентификатору. В ответ получаем 204 no content. В принципе, есть вариант, что в ответ можно получать, ну, представление, которое мы сейчас удалили, но не очень представляю вариант, когда это вот прям нужно. Но это допускается. Получение информации с адресом. Мы создаем новый ресурс, который называется users with address, не пользователь. И таким образом мы в ответе получаем, то есть у нас получается другое представление, и мы работаем с другим ресурсом. В предыдущем варианте мы работали с представлением пользователей, и адрес у нас был идентификатором. А здесь мы работаем с представлением пользователей с адресом, и у нас здесь в ответе вложенный JSON. Создание. Вот здесь достаточно, ну, как бы если вот с этим получением еще там более-менее понятно, то с созданием уже возникает вопрос. Грубо говоря, нам на UI создается новый пользователь с адресом, но у нас до этого пользователь такой. Соответственно, вариант номер один, ну, у нас есть вот только такое представление. Пользователь отдельно, адрес отдельно. И тут возникает, собственно, вопрос, а что делать? Сначала создаем пользователя, получаем его ID-шник, потом идем, создаем адрес и привязываем к пользователю два запроса. Первый запрос может прекрасно пройти, а второй может отвалиться, тем более, если мы говорим про мобилки. В метро сели, связь отвалилась. Поэтому для этого случая мы работаем с представлением user with address, передавая полное представление и пользователя, и адреса. Это уже не ложится на схему базы данных, то есть у нас вот это user, address отдельная таблица. Мы передаем представление, и в базе данных мы сохраняем информацию две таблицы. То есть на бэкэнде мы это разруливаем, а здесь мы работаем с этим, ну, для UI вот это представление. Соответственно, с частичным обновлением мы, собственно, передаем те поля, которые мы обновляем и получаем было вот так, получаем вот так. Ну, я переехал в Ереван, поэтому информацию надо держать в консистентном виде. Двигаемся дальше. Полное обновление, в принципе, то же самое. Я здесь единственное пасса сократил, чтобы у меня это все влезло. Мы через пут передаем полное новое представление. И в Двесте мы как раз столкнулись с путом. Вот здесь мы в патче идентификатор используем, здесь в путе тоже используем идентификатор. Если в пасте мы идентификатор получали в ответе, то в путе при полном обновлении мы ID держим в пася. Вот эта штука понятна, вот это достаточно большой блок. Он как бы чуть более advanced, не совсем очевидный для всех. Работа с кошельками. С кошельками, в принципе, ну я строил от пользователя, то есть мы от пользователя с ID 1 получаем все кошельки. Мы работаем не с пользователем. То есть мы здесь отдаем представление кошельков. Просто у нас пасс строится от этого. На бэкэнде будет поиск по select wallets where user ID равно там 1. И мы получаем вот такое представление. У ID, в принципе, а, добавление кошелька пользователю. Мы, у нас здесь в wallet есть name, есть type, статус по умолчанию new, баланс 0, hold тоже 0. Соответственно, мы передаем только здесь представление, начинает отличаться от того, что у нас в базе данных хранится. То есть вот здесь получается следующий сложный кейс. В GET представление такое, а в посте представление в создании ресурса такое. Это допускается в случае, если у нас часть полей принадлежат другому бизнес-процессу. Hold balance – это пополнение кошелька. Они по умолчанию 0, чего вы сюда не передайте, там будет 0. Статус approved – вы создаете кошелек, он по умолчанию не подтвержденный. Вам нужно явно вызвать подтвержденное. Соответственно, мы получаем только представление по тем полям, которые мы можем исправить. В ответ получаем пустой ответ. Ну, в посте эпизодически возвращают новое представление, ну, грубо говоря, дублируют вот это. В данном случае, вот как раз вот здесь, это можно сделать, потому что у вас представление, которое вы передали, на самом деле отличается от представления, которое вы в посте забрасываете. Вы в результате получите вот, ну, типа вот такого. Ну, а как бы можно получить это вот так, и потом по ID-шнику сходить забрать. Эта штука понятна. Получение кошелька по ID. Я, похоже, немного слайда местами перепутал. Тут, в принципе, все очевидно. Кошелек имеет связку на пользователя. Изменение данных кошелька. В принципе, тоже все на базе того, что я рассказывал. А, собственно, важный момент. Здесь мы работали от пользователя по кошелькам. А здесь у нас мы работаем кошельками. То есть тут чуть другое представление, появляется юзер ID. Мы не от пользователя танцуем и говорим, пользователь с таким-то кошельком. Мы работаем уже с кошельками, поэтому у нас в ответе другое представление и появляется юзер ID. Соответственно, когда мы изменяем данные кошелька, мы работаем с представлением кошелька. Мы не работаем вот с таким представлением. Юзер 1, wallet 1. Мы обновляем сам кошелек. Тут можно, в принципе, оба варианта. Но, на мой взгляд, вариант, когда мы напрямую с ресурсом работаем на операции модификации, более правильный. Более... Он правильный не с точки зрения того, что есть какие-то четкие стандарты REST с точки зрения логики. Получение кошелька в данном случае мы танцуем от пользователя, все кошельки пользователя. А когда мы работаем уже с каким-то конкретным кошельком, мы работаем уже с конкретным представлением. Юзер подразумевается, что там как-то через заголовки авторизации передается, и вы из этих заголовков понимаете, от какого пользователя мы работаем. Изменение данных кошелька мы сейчас обсудили. Изменение баланса. Как видите, изменение баланса — это не PUT. То есть PUT — это работа с представлением. А здесь у нас появляется... Можно назвать это sub-представлением. Ну, вложенным представлением. Мы меняем баланс. Соответственно, мы указываем... Грубо говоря, это операция post-модификация. Balance — это указание, какую именно модификацию мы выполняем. И в теле мы передаем, что изменяем. И мы получаем вот это. Вот эта штука тоже сильно неочевидная. Задайте себе вопросом, как бы вы сделали изменение баланса кошелька. И поймете, что как бы на доске все выглядит клево, но как бы вы там самостоятельно это проектировали, скорее всего, это бы отличалось, либо были бы какие-то... Ну, сначала не очень четко понимание, как это сделать лучше. Так, по таймингу. Сколько у нас? Класс. Более-менее успеваем. С изменением статуса, в принципе, то же самое. Ну, я про изменение статуса уже проговаривал, когда у нас модификация, и информация о том, что мы меняем, мы в пассе передаем. Соответственно, вот у нас в ответе мы получаем статус approved. По примерам есть вопросы? Мы достаточно быстро галопом по Европам пробежались. Если будут вопросы по какому-то конкретному примеру, мы с вами можем встретиться в... там, где настольный теннис, и обсудить. Заиграй настольный теннис. Open API. Кто с этим работал? Окей. Фактически, это описание вашего API в формате JSON либо YAML. Выглядит это вот так. Вместо тысячи слов. Главный плюс, ну, есть вариант JSON, но JSON менее читабельный. YAML достаточно элегантен. Более того, я однажды это руками писал. Более того, скорее всего, если вам потребуется реализовывать API, вы будете... Ну, самый лучший вариант будет описывать как раз через Open API его. И выдать этот Open API разработчикам. И вы по нему уже будете спорить. То есть здесь есть блок операций, блок респонсов. Респонсы ссылаются на модели. Выглядит... Ну, там есть еще UI для этого. Выглядит это вот таким образом. Это все разворачивается. Там даже есть возможность сделать запрос к серверу, указанному здесь. Плюс достаточно приятная возможность. Здесь можно экземпл прописать. То есть вот здесь в респонсе можно прописать экземпл. На базе этого, например, постман умеет строить mock сервера. Поэтому, ну, если вы не пользовались и у вас есть необходимость работать с проектированием API, очень советую смотреть сразу в эту тему. Вы сможете, минимизируя свои усилия, не описывая в конфлюенте вот много-много всего, прописать сразу в едином файле, который будет подходить и для разработчиков, и умеется красиво визуализироваться, и с которым достаточно удобно работать, тут есть эдитор нормальный, например, в идее, там теперь это устроено. Вы сможете убить двух зайцев одним выстрелом. Тут мы подходим к вопросу. По open-up можно генерить, то есть есть два подхода. Code first, когда сначала разрабы описывают сервера, а потом по серверам генерится вот это. Либо когда разрабам выдается вот это open-up, и они по этому open-up генерят свои сервера. То есть код first. Сначала разработчики пишут код, ну скажем так, в моих реалиях это обычно происходит именно так. Либо contract first. Проблема contract first в том, что open-up выглядит хорошо, ну то есть вот этот контракт выглядит хорошо, потому что его пишут там аналитики, архитекторы, но то, что в коде сгенерилось по нему, не выдерживает никакой критики. Любой автогенерируемый код выглядит чудовищно. Там есть возможность как-то это подкостылить под то, чтобы вам было удобно. В принципе, вот этим увлекаются обычно фронт-энда. То есть бэкэнд им выдает этот open-up, они по нему генерят модельки и работают с этим. Но в бэкэнде генерация, мягко говоря, не очень. Code first, это мы сначала описали, потом по нему сгенерили и куда-то там опубликовали в наш конфлюенс, например. Я придерживаюсь этого варианта, потому что как бы... Сейчас буквально еще минутку я вас задержу и перейдем к блоку вопросов. Мы собрали, мы по коду, ну мы разработали, по коду что-то сгенерили, опубликовали в конфу. Из плюсов это всегда в актуальном состоянии, потому что код является первоисточником, правда. А здесь, грубо говоря, что-то там забыли поменять, не исправили. Для того, чтобы контракт first работал, на бэкэнде должна быть автогенерация по вашему контракту. То есть на каждое изменение контракта должен перегенерироваться код. Об этом часто забывают. Так, наверное, на этом все. Если захотите, про версионирование я могу в кларах рассказать. Вопросы? Большое спасибо за доклад. Вопросы? Здравствуйте, спасибо. Очень интересно было. Вот по поводу последнего слайда вопрос про роли аналитика. То есть если у нас есть код first, и это более популярный подход, потому что автогенерация не очень, то получается, как аналитик описывает в OpenApp какой-то начальный драфт, потом делается код first, потом разрабатывается, и уже потом из кода генерируется нормальная спека в OpenApp. В целом в моем мире хардкора интерпрайза обычно с аналитиком аналитик не прорабатывает так глубоко, что там именно происходит внутри. То есть он говорит, что должна быть решена какая-то операция, а как именно она будет решена, какими методами, и как сервисы будут коммуницировать друг с другом, решает уже разработчик. В случае чего архитектор. То есть аналитики не всегда доходят до уровня OpenApp. Эпизодически останавливаются на прогромленные, описанные задачи, что мы хотим получить в итоге. То есть, например, все равно аналитик где-то в конфе описывает приблизительно, а потом в OpenApp уже генерируется на основании код. Ну, скорее не в конфе, скорее мы договорились так, что у нас аналитики описывают, ну, конкретизируют на уровне публичного API, который для внешних пользователей. Потому что оно не должно меняться. Если оно меняется, мы переходим к версионированию API. И оно зафиксировано в конфе. Внутренняя API, оно, грубо говоря, это проблема разравов, и они ее сами как-то решают. То есть внутренняя API в конфу особо не выносим. Понятно, спасибо. А второй вопрос вот по поводу этого интересного примера с users' address. То есть насколько ну, вот можно же все так получается запихнуть в какой-то фронт-энд, если нужно там, не знаю, и адрес, и то, и все, и все одним запросом сделать. И вот как именно вот в этом случае разбить лучше на такие подкомпоненты, может быть, когда там по парам как-то связаны наиболее часто. Ну, скорее вам стоит отталкивать из-за того, что там наиболее часто используется. Грубо говоря, у вас могут быть разные представления. Пользователь с аватаркой, это вот здесь сверху у вас его лого. Пользователь там full user, это подробная информация о пользователе, и какой-нибудь user for list, где список всех пользователей. Вот что-то в таком духе. Но пытаться все варианты сделать, замучаетесь, очень сильно закопайтесь. Если у вас есть такая необходимость, вам стоит смотреть в сторону GraphQL. Понятно. И, ну, получается, что вот всю портянку запихнуть тоже как бы антипаттерн такой. в целом, ну, у вас обычно вся портянка, это скорее только на получение информации. То есть не full update. Соответственно, есть еще вариант передавать инфу через заголовки. Ну, грубо говоря, short, medium, full. И в зависимости от этого будут возвращаться разные представления. Это очень сильно непрозрачно, но в каких-то случаях это позволяет не держать просто сто пятьсот тысяч миллионов представлений одного и того же. Грубо говоря, если вам нужен пользователь с лого с кошельками, но без транзакций пользователя, вы отдаете всю инфу с транзакциями и на UI просто эта часть игнорируется. Понятно. Спасибо. Есть еще кейсы, когда через заголовок передается инфа, что нужно передать. Это попытка изобразить граф QL средствами через REST. Это не очень прозрачно, но в целом вариант рабочий. Только единственное, его не стоит повсюду применять. Спасибо. Еще. Вижу. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вы сказали, что пост в принципе не демпатентен, но в своей практике я встречалась с тем, что рекомендуется любой метод делать демпатентным и тот же пост. То есть, когда пользователь, например, ну не пользователь, когда фронт генерирует какой-то объект, если он пытается повторно создать объект с теми же параметрами, то они не должны создаваться дубли. То есть, вы можете несколько раз отправить пост, потому что пользователь в мобильном приложении несколько раз нажал создать профиль и при этом задача архитектора сделать так, ну или программиста, чтобы в ответ всегда возвращался один и тот же объект с одним и тем же ID. Да, не ошибка там какая-то. Вот, соответственно, вот не могли бы вы эту тему осветить, то есть, встречались, наверняка встречались, и как такие вопросы решаете? По спецификации не демпатентен, вы его без проблем можете сделать демпатентным. то есть, это как бы то, что я сейчас рассказывал, это такой набор резюме моей работы с API, что я считаю хорошо, что я считаю плохо. Пост вполне может быть, тот кейс, который вы описали, он реально, он часто используется. Ну то есть, мой вопрос был в том, что вы как бы не считаете, что любой метод нужно делать строго и демпатентным в любом API. Нет, абсолютно нет, это зависит от вашей задачи. Просто метод пост по стандарту не демпатентен, соответственно, когда вы публикуете ваше API, если он не демпатентен, это в принципе имеет смысл прописать там где-то в документации и все. Ну вот такое поведение. Потому что для пользователя, если он не вчитывается в комментарии, будет выглядеть так, что типа он создаст два раза одно и то же. Еще вопросы? Ну тогда я предлагаю вручить футболочку. Так, ну, наверное, футболочку вот молодому человеку в зеленой мальчике. А вторую футболочку женщине. А, прям так? У меня будет еще конференция. Еще доклад. Я поняла. Большое спасибо за внимание. Я очень надеюсь, что то, что я рассказал вам, будет полезно или, по крайней мере, задало что-то для размышления. До встречи. У меня будет второй доклад с моей прекрасной женой. Мы будем разговаривать, жена в роли продукт-онора, я в роли архитектора. Будем разговаривать, зачем нужны микросервисы, когда их использовать. Я буду пытаться ее убедить, почему нам нужно срочно на них перейти. Большое спасибо. До встречи. Спасибо. Спасибо.